Ташкент один из старейших городов, расположенных на великом шелковом пути из Китая в Европу. Первые упоминания о городском поселении относятся ко второму веку до нашей эры. И сегодня, спустя тысячелетия, именно азиатские страны имеют наибольшую долю в мировой экономике. Поэтому сотрудничество Минска и Ташкента – стратегия дальновидная. Взаимовыгодными бизнес-партнерами и, что важнее, настоящими друзьями, два государства остаются на протяжении долгого времени. Если говорить о предприятиях, то в нашей стране с инвестициями из Узбекистана успешно работают порядка ста. Столько же с белорусскими вложениями в Узбекистане. Белорусскую делегацию Ташкент встречал радушно. Цветы у трапа самолета и жаркое солнце над головой. На форуме большое представительство бизнес и административных кругов. Причем большинство – это женщины. Не менее предприимчивые, но более чуткие, нежели мужчины. Во времена политической турбулентности женское сообщество берет курс на конструктивный диалог и дружбу. Легкая промышленность, нефтехимия, сельское хозяйство, туризм, культурный обмен. Сегодня участники форума разделились по тематическим секциям, чтобы предметно говорить о сотрудничестве в той или иной сфере. У нас применяется практика Белоруссии в плане сокращения материнской и детской смертности. И в связи с этим наши специалисты, порядка 300 специалистов, уже стажировались в клиниках Белоруссии. И у нас ведется определенная работа как раз таки по сокращению материнской и детской смертности. У наших стран много общих интересов в разных сферах. В авангарде легкая промышленность. Обе страны имеют богатый сырьевой ресурс. Беларусь славится традициями льноводства. Узбекистан – лидер по выращиванию хлопка. Да и таких мастериц, как здесь, попробуй найди. Наши текстильные предприятия не первый год обращаются за помощью к швейным фабрикам азиатской страны. Минский комволь высоко оценил пошитый по их заказу ассортимент. Чем хороша узбекская территория – два фактора. Дешевая рабочая сила и большой потенциал по сырью – хлопок. Соответственно, да, сырье, блузки, платье, мурский и женский ассортимент, именно частный бизнес отшивает для нас. Помимо экономических связей, стороны намерены укреплять культурный и туристический обмен. Узбекистан – одно из самых востребованных направлений у белорусов. Тур-поток будет увеличиваться как в узбекскую сторону, так и в белорусскую сторону. Я думаю, что наши дружественные отношения среди двух республик благоприятно сказываться будут на туризме. На сегодняшний день мы имеем огромное количество рейсов как белорусскими авиакомпаниями, так и узбекскими авиакомпаниями. Любой турист может столкнуться с документацией. Здесь проблем никаких нет. Узбекско-белорусские отношения не предусматривают визового режима. Географически далекие, но близкие по духу. Даже в Центральной Азии можно найти кусочек Беларуси. В Ташкенте 30 лет существует белорусский культурный центр «Светанок». Он объединяет этнических белорусов, которые в разные годы приехали в Узбекистан и остались жить. Через песни, стихи и спектакли рассказывают о традициях своей родины. Дети тоже, мы их приобщаем к белорусской культуре. Они у нас танцуют, поют. Дети, причем разных национальностей, с удовольствием учат белорусские песни, с удовольствием одевают белорусские костюмы и просто погружаются в белорусскую культуру с удовольствием. На языке дружбы и песен. Сегодня председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Качанова и ее узбекская коллега Танзила Нарбаева приняли участие в церемонии открытия международного музыкального фестиваля в Самарканде. Это одно из самых захватывающих и масштабных культурных событий в Среднеазиатском регионе. Дружеские отношения между народами – залог того, что все договоренности, положенные на бумагу, будут реализованы. Завтра работа форума продолжится в программе «Бизнес-площадки» – пленарное заседание и выставка продукции производителей Беларуси и Узбекистана. Планируется также подписание соглашений о сотрудничестве. Ольга Масловская, Максим Смыков, Евгения Калечиц.